Добрый день! Мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. На календаре у нас 15 марта. И начинаем мы как обычно с ночи. Она прошла неспокойно и имела кровавое продолжение сегодняшнего утра. Итак, в ночь на сегодняшний день расширские оккупанты ударили 7 зенитными ракетами, управляемыми С-300 и С-400 по Харьковщине, Донеччине, одной управляемой ракетой Х-59 по Полтавщине и 27 ударными беспилотниками типа «Шахет» 136-131. Районы пусков беспилотника это Приморско-Ахтарск Рашистской Федерации и Курская область Рашистской Федерации. К отражению воздушного нападения привлекались зенитно-ракетные подразделения воздушных сил и сухопутных войск, мобильные огневые группы сил обороны Украины. Также участвовали подразделения радиоэлектронной борьбы. В результате боевой работы были сбиты 27 шахедов в пределах Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой и Киевской областей из 27 запущенных. То есть в эту ночь по шахедам наши воздушные силы, силы противовоздушной обороны справились 100 из 100. Видите, шахеды шли, кстати, группами, большими группами, но говорят по разной источнике, на Киев шло от 10 до 15 шахедов из 27. И вот за счет такой плотности и узнаваемости маршрута, я думаю, что был достигнут и такой большой успех. К сожалению, ничего нельзя сказать с ракетами. Ракеты мы такие, очень трудно нам сбивать, не хватает у нас средств ПВО. И поэтому мы имеем трагедию. Есть пострадавшие среди гражданского населения, раненые, убитые. Ну а утром сегодня в Киеве, утром сегодня, извините, в Одессе произошла трагедия. Ракета, предположительно ракета Эскандер-М, то есть баллистическая ракета, которую пустили рашисты из оккупированного Крыма украинского, ударила в жилой дом в Одессе. Я еще раз повторю, это высокоточная ракета, она не промахивается. У нее круговое отклонение там 10-20 метров. То есть это была точно взята точка прицеливания, жилой массив, жилой дом на карте города Одессы. Причем подлость и бесчеловечность рашистов состоит в том, что после первого удара, когда приехали спасатели, начали тушение пожара и разбор завалов, то именно в это же место прилетела вторая ракета. И уже пострадавшие были среди спасателей и медиков, которые прибыли на место трагедии. Вот так воюет рашистская федерация. На данный момент, на момент записи этого ролика, в Одессе 16 погибших из-за этой атаки. И среди погибших местные жители, медик и спасатели есть. Еще 55 человек, в том числе 7 сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, получили ранения. Из них 10 детей. Завтра, 16 марта, в городе Одессе и области будет объявлен траур по погибшим. Ну а мы теперь переносимся на линию фронта. И констатируем, что за прошедшие сутки, по данным Генштаба, произошло 76 боевых столкновений. В общей сложности, рашистские оккупанты нанесли 16 ракетных и 130 авиационных ударов. Совершили 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате рашистских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. За прошедшие сутки авиационные удары рашистских оккупантов наносились в основном в Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областях. А под огонь рашистской артиллерии попало за прошедшие сутки более 145 населенных пунктов. И это практически вся линия соприкосновения с Аркастаном. Это Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская и Николаевская области. Далее мы пройдемся с вами по зонам ответственности оперативно-стратегических групп войск и оперативным направлениям, которые входят в эти зоны ответственности. Начинаем мы с севера. Зона ответственности группы войск Север. Сюда входит Волынское и Полесское направления. Здесь обстановка остается без существенных изменений. Продолжается учение по проверке боевой готовности войск в Республике Беларуси. Но я думаю, что Лукашенко может только наращивать количество войск, участвующих в этом учении. Они находятся на разных полигонах. Мы отслеживаем количество и контролируем их перемещение по территории Беларуси. Я имею ввиду наша разведка. И я думаю, что это учение Лукашенко будет продлевать до тех пор, пока будут идти бои на двух соседних оперативных направлениях. Это Северском и Слобожанском. Где воюют сегодня российские освободительные силы против вооруженных сил путинской России. Де-факто это можно считать уже гражданской войной. Потому что граждане Российской Федерации воюют против путинских расшистов. И тут мы переходим уже к Северскому и Слобожанскому направлению. Тут российские освободительные силы расширяются. На сегодняшний день там уже принимают участие добровольцы из батальона Республики Ичкерия. Это чеченцы, которые воевали за свою независимость в начале 90-х годов. И две войны Российской Федерации. Первую войну Российская Федерация проиграла. А вторая война в таком же кровавом стиле, как сегодня Путин. Что тогда, еще будучи премьер-министром, он на этой войне построил свою, взорвав до десятка домов с гражданами России. Создал общественное мнение и начал вторую чеченскую войну, на которой в принципе и выиграл выборы. А так, теперь добровольцы из батальона Ичкерии уже на территории Белгородской народной республики в составе российских освободительных сил. Они призывают народы Кавказа встать с колен на локтевой позы и бороться за независимость своих народов. А также анонсирует для Кадырова и его шайтанов сюрпризы. Бои продолжаются четвертые сутки в Курской и Белгородской областях. Уже бои приближаются к городу Гайворону. И в обоих областях уже есть плацдармы. Не будем сейчас раскрывать более подробно их границы. Но, тем не менее, там существует плацдарма, который полностью контролирует российские освободительные силы. И они с боями продвигаются дальше. Они каждый день практически записывают обращение к местным гражданам, чтобы они эвакуировались из зоны боевых действий. Чтобы они не пострадали в результате этих боевых действий. Предоставили сегодня ночью работал гуманитарный коридор для эвакуации всех желающих. Есть сведения о том, что из Белгорода и Белгородской области более 7 тысяч автомобилей выехало по зеленому коридору. В Курской области намного меньше. В 11 раз даже меньше. Более 600 автомобилей выехало. Но, опять же, дело каждого. А еще есть особенность в Белгородской области. Об этом уже сообщает наше главное управление разведки. Рашистские силовики блокируют эвакуацию Белгородской области. Они не дают мирным гражданам выехать за пределы зоны опасности. Таким образом, они из жителей состоят щит. Я уже напоминал вам фразу Путина. Я еще раз могу напомнить, что, как Путин сказал в 2014 году. Мы же поставим впереди женщин и детей, а сами встанем сзади. И посмотрим, как они будут в них стрелять. Он имел в виду нас, что мы будем стрелять в женщин и детей. То есть, они постоянно прячутся за спинами женщин и детей. И здесь мы наблюдаем. Сегодня с утра предупреждали, что сидите дома, не высовывайтесь, прячьтесь в подвалах. Те, кто не может или не хочет уезжать. Нет, погнали всех на выборы. А начался обстрел. Об этом предупреждали. Дали час времени укрыться. Через час начался обстрел военных объектов в Белгороде. В результате все равно выборы были остановлены. В самом Белгороде из-за обстрела. Но людей подвергли опасности. Все равно погнали. Как идут выборы, мы поговорим сегодня в следующем разделе нашего обзора. Я вам расскажу. Уже есть даже более-менее обобщенные данные. BBC собрала материал, что творится на избирательных участках. Причем по всем городам России. Начиная от Санкт-Петербурга и заканчивая Дальним Востоком. Уже есть такая подборка. Но события продолжают дальше наращиваться как ком. Мы об этом поговорим немножко позже. Также еще сибирский батальон сообщает отдельно, что в Гайвороне паника. Аномальный поток машин пытается покинуть город в направлении Белгорода. Ну это вот в дополнение к тому, что жители хотят эвакуироваться. Силовики не пускают эти машины. Рашистские силовики не выпускают машины из зоны боевых действий. Далее у нас идет с вами зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Хортица. Да, я еще забыл сказать, что вооруженные силы Украины, силы обороны Украины, которые стоят на прикрытии государственной границы на этих оперативных направлениях, не вмешиваются в боевые действия. Нет ни одного нашего солдата на территории Рашистской Федерации. Мы занимаем боевые порядки на нашей территории. Мы охраняем наш кордон. Мы ведем контрдиверсионную деятельность, дабы сделать невозможным проникновение ДРГ противника на нашу территорию. Это наша главная задача. Мы не вмешиваемся во внутренние дела Рашистской Федерации. Почему я и говорю, что де-факто это гражданская война в Рашистской Федерации. Так вот, продолжаем. Группа Хортица и ее зона ответственности начинаются к Купинским оперативным направлениям. Здесь более-менее затишье, спад. Хотя тут, я вам уже говорили, и группировка большая. Но Рашистское командование не начинает наступательную операцию. Здесь за прошедшие сутки противник штурмовых и наступательных действий на нашей позиции не проводил. Сутки отметились позиционными боями, перестрелками и обменами артиллерийскими ударами. А так, боевая активность на этом направлении снизилась. Ну, линия фронта, конечно же, без изменений. Лиманское направление. Здесь ситуация намного сложнее. Почему? Потому что враг продолжает пытаться атаковать. Они хотят рассечь нашу группировку на Лиманском направлении пополам. И надо отметить, что за прошедшую неделю, ну, неделя уже подходит к концу. Сегодня пятница, завтра суббота. Вот так вот, за эту неделю враг имел частичный успех в районе населенного пункта Терны. И до самого населенного пункта осталось там несколько километров. Чуть больше двух километров. На карте очень хорошо видно этот выступ, который удалось врагу создать. Так вот, они хотят выйти на реку Жеребец. Вот это каскад водохранилища, это река Жеребец. И таким образом рассечь пополам наши войска на Лиманском оперативном направлении. Что усугубило бы и очень сильно усложнило бы нашу логистику для обеспечения деятельности войск. Но на пока уже вторые сутки линия фронта без изменений. И да, идут ожесточенные бои. Да, противник 16 раз атаковал наши позиции на Лиманском направлении. В основном это в районе населенного пункта Терны. Это Ямполевка, это Раздоловка, это Белогоровка. Очень активно работает авиация вражеская. И враг пытался прорвать нашу оборону. Но успеха не имел. Все 16 атак были отбиты. Линия фронта осталась на Лиманском направлении без изменений. Враг, понеся потери, отступил на исходные рубежи. Далее Бахмутское направление. Тут силы обороны Украины продолжают отражать атаки. В основном бои точатся в районе Богдановки, Ивановского и Клещеевки. Да, противник пытается перейти в наступление. Пытается атаковать наши позиции. Но на Бахмутском направлении, видимо, по количеству резервов и сил противника их намного меньше. Всего 5 атак было зафиксировано в попытке атаковать наши позиции со стороны вражеских войск. Которые не принесли врагу никакого успеха. Понеся потери, противник отступил. Далее у нас идет зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Таврия. Авдеевское направление. И тут самые ожесточенные бои идут в районе Орловки и Тоненького. Здесь вот это вот два участка, где враг пытается прорвать нашу оборону. Но и Бердичи и Первомайская тоже не отстают. К сожалению, там тоже идут ожесточенные бои. Враг пытается развить свой успех. Они думают, что если они взяли Авдеевку, то надо продвигаться дальше. А дальше продвигаться не получается. Несмотря на то, что 20 раз противник на Авдеевском направлении атаковал наши позиции, ни одна из атак не увенчалась успехом. Все атаки были отбиты и враг вернулся на исходные рубежи, понеся довольно существенные потери. Даже появилось такое название, как «блиц-атаки». Когда они используют скоростные вот эти вот гольф-кары, баги. И таким образом пытаются максимально близко подъехать к нашим позициям, спешиться и начать атаку. Но эти машины не бронированы, поэтому наши войска это активно используют. И артиллерия, и дроны еще на подступах. Независимо от скорости. Кстати, об этом мы сегодня поговорим. Об убегающей пехоте противника, которая даже не пытается отстреливаться от дронов. И главный вопрос, почему. Так вот, здесь то же самое. Вот эти «блиц-атаки» не приносят успеха противнику. Наоборот, они несут большие потери в этих атаках личного состава. Но командиры все равно продолжают гнать. Кстати, я так понимаю, что вот этих баги и гольф-каров, видимо, Рашидская Федерация в Китае закупила немереное количество. Смотрите, они когда-то начинали с бронетехники. Сначала были там танки, БМП, БТРы для подвоза пехоты на передний край. Потом были грузовые машины, Уралы, Камазы. Потом были буханки. А сейчас уже баги и гольф-кары. Вот так деградирует Рашидская армия в плане своего обеспечения техникой. Далее у нас идет Новопавловское направление. И здесь вот это, наверное, оно второе по значимости, а может быть даже первое. Потому что на Авдеевском враг больше пробуксовывает. И несмотря на то, что количество атак здесь чуть-чуть меньше, чем на Авдеевском направлении, Новопавловское выступ, угледарский выступ не дает врагу покоя. 24 атаки было предпринято врагом в попытках прорвать нашу оборону. Надо констатировать, что враг продвинулся в районе населенного пункта Шевченко. Небольшое продвижение, небольшой населенный пункт, но тем не менее частичный успех у врага был. В остальном бои были Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка. Но у Михайловки очень сложное положение, потому как там идет борьба за сам населенный пункт. Бои идут в самом населенном пункте. Но тем не менее прошедшие сутки ознаменовались тем, что враг не добился больше никаких успехов, кроме как в районе Шевченко, населенного пункта Шевченко. На всех остальных участках Новопавловского направления наши войска отбили атаки противника, нанесли ему урон и враг отступил на исходные рубежи. Линия фронта на других участках этого направления не изменилась. Далее идет Ореховское направление. Здесь активность врага намного меньше, но она все равно остается. Семь раз вражеские войска пытались атаковать наши позиции. Старомайорское, Работино и Западнее Вербового. То есть, ну вот, а Работинский, ну кроме Старомайорского, оно немножко в стороне, а так Работинский плацдарм, это самая горячая точка, рубеж Работино и Западнее Вербового. Здесь они пытаются... Ну, Работино картина не меняется. Вот эти вот прорывы, причем они врываются в эти развалины населенного пункта Работино, спешиваются и даже пехота иногда расшистка теряется, не знает, что им первое время делать, потому что они стоят посреди каменной пустыни. И тут начинается на них охота всеми доступными средствами. Наши войска начинают их просто уничтожать. Это как огневой мешок для них. Или огневой капкан, можно так даже сказать. Ну и все равно они в него упорно идут. Обойти они не могут Работино. Не хватает у них сил и средств для того, чтобы продавить нашу оборону. Поэтому они пытаются... Работино в низине находится, и они пытаются постоянно через него пройти. И вот таким вот образом, неся огромные потери, все равно и не добиваясь успеха... Кстати, сколько уже, больше месяца там идут вот эти заскоки, я бы даже так это назвал, в Работино, которые заканчиваются практически стопроцентной гибелью техники и личного состава, которые туда прорываются. Но тем не менее, расшистские командиры упорно гонят туда расшистских солдат. Но Старомайорская, они активизировались, понятно. Там тоже у нас есть выступ, такой небольшой плацдарм мы создали. Это тоже вклиние, помните, да, в линию Суровикина. И вот они хотят ее... Очевидно, основная задача, это выровнять линию Суровикина на 1 июня 23-го года, то есть до начала наших контрнаступательных действий. И таким образом восстановив эту линию... Ну, потому что о дальнейшем... Я понимаю, что политическая задача не менялась, цели не менялись у Путина, что захватить Донецкую и Луганскую область в административных границах. Но я думаю, что даже в генштабе Герасимов, который появился, к несчастью, на месте сегодня, голосовал там за Путина, ходил на избирательство, так что он жив, к сожалению, и он находится на своем месте. Так вот, даже он уже, я думаю, понимает, что ни о каком выходе на границы административные этих областей речи быть не может в ближайшее время. Вопрос теперь, когда выдохнется окончательно наступательный потенциал расистских войск, а сейчас надо будет еще и снимать часть войск на Белгородскую и Курскую народные республики, дабы там решать боевые задачи по защите диктаторского режима Путина, то главная задача генштаба России, я думаю, будет удержание захваченных территорий, потому что мы не будем сидеть на месте, мы будем продолжать огневое поражение расистских войск. Поэтому пока мы на Ореховском направлении стоим в жесткой обороне, наносим максимальный ущерб врагу, и линия фронта в результате наших боевых действий остается без изменений. И у нас остается с вами зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Одесса, Херсонское направление. Здесь расистские оккупанты пытаются выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра, их несколько, я напомню, да, и там ни одной сплошной линии идет плацдарм, там есть несколько прерываний, но тем не менее там расистских войск нету, они к воде подхода практически не имеют, потому как там нет обороны только в тех местах, где ее невозможно занять. То есть там, где плавнее, там, где заболоченная местность, вот, там обороны нет, но и расисты там пройти не могут, ни пешком, ни на технике. Так вот, за прошедшие сутки один штурм предприняли вражеские войска, он был безуспешный, позиции наших войск остались без изменений, штурм был отбит, враг понес потери и отступил. Но здесь, я так понимаю, что есть сведения о том, что, я вчера вам рассказывал, распоряжение, что не прекращать штурмы, то есть, особенно до конца голосования, до 17-го числа включительно, по 17 марта включительно, необходимо проводить штурмы позиций вооруженных сил, сил обороны Украины, вооруженных сил Украины, дабы создать картинку наступательной операции, что вот мы идем вперед, Путин впереди, мы идем вперед, мы вот тут всех захватываем, всех завоевываем, всех побеждаем. Они очень боятся, чтобы мы, не дай бог, не испортили картинку выборов своими контрнаступательными действиями, или же даже тем, что расистские войска сдулись и сели в глухую оборону. Поэтому, не считая с потерями, приказ идти вперед. Но, кстати, выбор издувается и так, без линии фронта. Кстати, тоже еще вдобавок по обстановке скажу, что для расистских солдат появилась альтернатива. Российские освободительные силы. Они могут спокойно, теперь есть куда, тем, кто дезертировал из частей, и не хочет больше принимать участие в кровавой захватнической войне. Пожалуйста, вы можете присоединиться к российским освободительным силам в Белгородской и Курской народных республиках и помочь освободить расистскую федерацию от путинской диктатуры. Поэтому, вот такая альтернатива появилась у каждого расистского военнослужащего, который сегодня топчет землю Украины. Далее, за прошедшие сутки авиация Силы Обороны Украины нанесла удары по четырем районам сосредоточения личного состава и техники врага. А, в общем, за прошедшие сутки потери, вражеские потери на всей линии фронта составили в личном составе 580 расистских оккупантов, в технике и вооружении в танках 1 единица, в боевых бронированных машинах 11 единиц, в артиллерийских системах 15 единиц, в дронах оперативно-тактического уровня 34 единицы, в автомобильной технике 34 единицы, и в специальной технике 3 единицы. Вот такие потери понес враг на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Сватова до Олежи. Обратите внимание, мы не, еще раз говорю, мы не принимаем участие в борьбе российских освободительных сил, мы оказываем им посильную помощь, и потери, которые они наносят этим путинским оккупационным войскам, мы здесь не учитываем. Мы просто информируем, я просто информирую вас о ходе, об общем характере боевых действий, которые происходят на территории Рашистской Федерации. Это их внутреннее дело. Они воюют сами, они воюют за Россию без Путина. И прежде чем мы перейдем к военно-политическому блоку, я хочу еще такие две. Состоялось очередное репатриизационное мероприятие, по результатам которого в Украину возвращены 100 тел погибших наших защитников. Тела наших защитников после идентификации будут переданы семье для достойного захоронения. Такое мероприятие провели наши спецслужбы. Через посредников, обмен, мы получили 100 тел наших воинов, павших в борьбе за нашу независимость и территориальную целостность. Ну а теперь мы немного поговорим о военно-политических событиях, которые происходят вокруг нашей страны и в Украине. Итак, коалиция стран, которые готовы поучаствовать в закупке боеприпасов для нашей страны, которую инициировал Петер Павел, чешский президент, расширяется. Швеция дает 30 миллионов евро на закупку боеприпасов для Украины. В сообщении Министерства обороны Швеции говорится, что правительство Швеции решило разрешить управлению оборонных материалов вести переговоры с ответственным органом Чешской Республики, чтобы поддержать инициативу Чехии по доставке Украине артиллерийских снарядов. То есть, то, что я вам и говорил, что июнь месяц это очень хорошая, быстрая доставка боеприпасов в Украину, потому что деньги аккумулируются, и договор заключается, и потом транспортировка. Португалия, которая, в принципе, так ведется довольно тихо и скромно, хотя иногда помогает нам, и даже техникой они танки передавали по несколько штук, и участвовали в финансовой поддержке Украины. Так вот, Португалия тоже решила поучаствовать в этом мероприятии, и также присоединилась к чешской инициативе по закупке боеприпасов. Согласно сообщению Министерства страны, на инициативу будет выделено 100 миллионов евро. Португалия дает Чехии для закупки боеприпасов для Украины. Далее Болгария. Болгария отправила, ну, уже первую и последнюю партию, так сказал министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, сказал о том, что планируется 100 бронетранспортеров. Он заявил, что первая колонна, то есть там эшелон, будем так говорить, из 30 вагонов, колонна из 30 вагонов, видимо перевод, отправилась 7 марта в Украину, и последний бронетранспортер уже уехал в Украину. То есть 7 марта, сегодня у нас 15-е, за неделю они отправили все 100 бронетранспортеров в Украину. Кстати, сегодня я нашел даже сообщение о том, что все бронетранспортеры, эти 100 штук, находятся на территории нашей страны, переданы вооруженным силам Украины. Так что теперь их будут приводить в порядок техническое обслуживание, ремонт и постановка в строй. Далее, итог Жозеп Боррель. Он нас всегда радует заявлениями. Это главный дипломат Европы. И в принципе он очень такой сторонник Украины, нашей поддержки. Так вот он сделал очередное заявление, которое в принципе стреляет оптимизм. Он заявил, что итог войны в Украине будет решаться этой весной и летом. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам заявил по итогам встречи в Вашингтоне, что выделение помощи Киеву не может ждать, поскольку исход войны в Украине будет решаться этой весной и летом. Что бы ни было сделано, это должно быть сделано быстро, добавил он журналистам, комментируя сомнения в продлении американской военной помощи Украине. Следующие месяцы будут решающими. Многие аналитики ожидают великого российского наступления этим летом. И Украина не может ждать результатов следующих выборов в Соединенных Штатах Америки. Вот такое заявление сделал Жозеп Боррель. Они были делегацией в Вашингтоне и в принципе по итогам, я так понимаю, в том числе и этого заседания, точнее и этой встречи представителей руководства Европы, Европейского союза, правильно так будет сказать, есть результаты Палата представителей Соединенных Штатов разблокирует законопроект о помощи Украине. Об этом заявил Майкл Джонсон. Аллилуйя! Наконец-то мы услышали. Причем, однако, он будет существенно отличаться от принятого Сенатом пакета внешней помощи на 95 миллиардов. Майк Джонсон выразил свою идею сделать законопроект программой займа или кредитования, чтобы американские налогоплательщики не выкладывали десятки миллиардов долларов без каких-либо ожиданий возврата. Но тут, смотрите, дело в том, что там же 30 миллиардов остается в Соединенных Штатах. Кстати говоря, тут две составляющие сыграли такую ключевую роль. Первое, электоральное настроение. Избиратели республиканской партии настроены поддержать Украину. И вы же видите, даже Трамп поменял свою риторику. Сказал, что да, надо помочь Украине. Ну и, соответственно, Майкл Джонсон быстро отреагировал. Видно, получил от Трампа задачу и быстро отреагировал. Но и Трамп же сказал, что давайте кредит. Зачем просто так раздавать деньги? И то же самое говорит Джонсон. Но самое главное, чтобы он поставил на голосование. Там будут дебаты. И я думаю, что они в самом Конгрессе, в Нижней Палате, они договорятся, как и в каком виде выделять эти деньги. Для нас главное, чтобы они их выделили. Потом мы будем решать вопрос, если это будет кредит, то его погашение или реструктуризация долгов и так далее. Способов миллион будет разобраться с этим кредитом. Главное, что нам нужно сейчас оружие, нужны боеприпасы. И для того, чтобы мы могли не только сдерживать врага, но и разгромить его на нашей территории. Далее, Эммануэль Макрон тут, ну, самый, наверное, громкий политик Европы. Я бы так сказал, на сегодняшний день. В принципе, это понятно. Дело в том, что президентская каденция Эммануэля Макрона приближается к концу. И Конституция Франции не позволяет баллотироваться на третий срок. В большинстве демократических стран ограничивается, каденция президента ограничивается двумя сроками пребывания на посту. И, видимо, для того, чтобы не уйти, ну, будем так говорить, в забвение, смотрите, где сейчас Николай Саркази? Ну, он в тюрьме, да, у него там не получилось. Против него уголовное дело. Где Оланд? Где другие французские президенты? Никто. Они выпали уже из политической жизни. Видно, Эммануэль Макрон не хочет выпадать из политической жизни. Поэтому на сегодняшний день вот своими заявлениями, громкими заявлениями, он пытается себе набрать политический вес. Именно политический вес. Мне больше, что бы ни говорили, при всем уважении к французскому народу, который выделяет нам, ну, президент же является как бы проведником политики народа, да, избирателей своих, выделяет нам военно-техническую помощь. Но, чтобы вы понимали, военно-техническая помощь, как и финансовая, которую выделила Франция, в 7 раз меньше той помощи, которую нам выделила Германия. Понимаете? Соединенные Штаты нам помогали, выделяли помощь, которая, если взять всех остальных партнеров вместе взятых, она меньше, чем та помощь, которую выделяли Соединенные Штаты. То есть, представьте долю Франции в этих всех, но зато заявления самые громкие. Там 75 цезарей, да, это очень хорошее подспорье, но они будут до конца 25-го года. В лучшем случае, если контракт будет выполнен и не появится в вооруженных силах Украины, к концу 25-го года эти 75 цезарей. Про самолеты сказали, но все затихло. Ни миражи, ни рафайлы, а уже тишина. Войска. Какие иностранные войска на нашей территории? Я уже объяснял, что на сегодняшний день никто не даст гарантии безопасности этих войск. Мы войска введем в Одессу, заявляет. Ну, это я не цитирую дословно, а смысл передаю, что введем войска и там звучал одесский регион, да. Вы посмотрите, что сегодня творится в Одессе. Завтра по расположению французских войск, ну, гипотетически, допускаем, пришел иностранный легион, разместился и в его расположение прилетает парочка баллистических ракет «Эскандер-М». Что дальше? Французская армия вступает в Украину и начинает громить рашистские войска на нашей территории? Это мировая война. Поэтому, ну, для того, чтобы этот иностранный легион прибыл в Украину, еще надо решение Верховной Рады Украины, разрешение на размещение иностранных войск на нашей территории. То есть, как бы, ну, и еще один пример приведу по поводу Эмманеля Макрона. Это конференция, он собрал там Веймарский треугольник, в результате было приглашено 12 человек, а потом эти приглашенных, это главы, этих самых, главы государств. Начиналось с Веймарского треугольника, Франция, Германия, Польша, да. А закончилось тем, что 25, он пригласил практически весь Европейский Союз. В результате, допустим, чешскому премьер-министру Фиала пришлось полностью переписывать свою речь, которую он собирался сказать на этом саммите. Саммит был в поддержке, давайте поддержим Украину. Почему? Потому что на саммите присутствовал премьер-министр Словакии Фица. А мы знаем его пророссийские настроения и его желание сотрудничать с Москвой. И поэтому чешский премьер-министр изменил свою речь на вопрос журналистов. Он сказал, что я не хочу, чтобы господин Фиала донес эту речь до Москвы. Там касалась, речь касалась, он хотел несколько абзацев сказать по схеме приобретения вот этих снарядов для вооруженных сил Украины. Чтобы Россия туда не вклинилась и не стопорнула нам эти боеприпасы на каком-то этапе. Вот вам, пожалуйста, это называется много шума из ничего. Вроде как намерения были хорошие, веймерский треугольник собрать и поговорить о поддержке Украины. В результате получилась хорал из 25 человек, который не договорился ни до чего. Нет, ну какие? Нету результатов. Много разговоров, но много шума, индустриальный грохот огромный, как металлургический комбинат. А результат на выходе, ну сами видите какой. И еще один хочу, тут же не отходя далеко от Франции, еще один пример политического переобувания и смены окраса прямо в воздухе переобувания во Франции. Ну Марин Лепен, знаете, да, есть такой политик. Она, кстати, глава второй по величине партии в парламенте Франции. Так вот, вдруг она ультраправая, точнее, да, ультраправая и у нее очень такие большие дружеские связи. Кстати, даже была французская правоохранительная, по-моему прокуратура возбуждала уголовное дело по факту финансирования ее предвыборной кампании. Вот последняя президентская кампания во Франции, она в ней принимала участие. Кстати, по-моему заняла второе место в президентской гонке. Так вот, Российская Федерация была причастна к финансированию ее кампании. Там было громкое уголовное дело, был политический скандал. Но вдруг, вдруг Марин Лепен делает заявление. Она говорит, что вторгнувшись в Украину, Российская Федерация спровоцировала войну на пороге Европейского Союза. И самый драматичный за последние 20 лет геополитический кризис. Украинской нации мы обязаны выразить наше уважение и нашу поддержку. Теперь, ну вот, та справка, что я говорил. Для понимания, лидер французских крайне правых, второй крупнейшей партии в парламенте Франции, считает пророссийским политиком с неоднократной поддержкой аннексии Крыма. Она приветствовала аннексию Крыма. И всегда она продвигала кремлевские нарративы. Она также выступала за снятие санкций с Российской Федерацией. А в 2014 году Кремль профинансировал ее избирательную кампанию. Да, извините, я сказал последнюю избирательную. Нет, предпоследнюю. В 2014 году Кремль финансировал ее избирательную кампанию. Был огромный скандал, вплоть до уголовного расследования. А теперь она... Почему? Потому что благодаря французскому народу, еще раз говорю, я отделяю политиков и народ французов. Им огромное спасибо, потому что я понимаю, это их деньги, это их налоги, когда Франция помогает Украине, передавая хоть в 7 раз меньше, чем Германии, но все равно передавая нам вооружение. Понимая электоральное настроение, что французы за Украину, она, видите, оп, и уже против своего бывшего спонсора Путина выступает открыто, с громкими заявлениями и так далее. Ну, идем дальше по новостям. В это время немецкий концерн Rain Metal хочет построить в Украине минимум 4 оружейных завода. То есть вы помните, что они начали строительство, мы с вами это обсуждали, безопасность и все остальное. И летом этого года, текущего года, начнется ремонт и обслуживание техники этого завода, техники вооружения, которые выпускает этот завод в Германии. То есть это и танки Leopard, и Marder, и Gepard, и много других еще систем, которые они выпускают. Так вот, руководство концерна заявило, а у них есть разрешение немецкого правительства на постройку заводов за пределами Германии по производству оружия. Так вот, Rain Metal хочет построить в Украине 4 оружейных завода. И здесь по производству снарядов, военной техники, пороха и оружия, и такого вида вооружения, как системы ПВО. Сейчас Украина является для нас важным партнером. Мы видим потенциал от 2 до 3 миллиардов евро оборота в год, заявил председатель совета директоров этого концерна. Ожидается, что группа Rain Metal произведет 700 тысяч снарядов в 2025 году. И до 500 тысяч снарядов в этом году, до российского вторжения в Украину, этот концерн производил всего-навсего 70 тысяч снарядов в год. А Еврокомиссия, как бы, в унисон с заявлениями, не знаю, они контактируют или нет, но думаю, что не бывает таких простых совпадений. Потому что Еврокомиссия принимает решение выделить 500 миллионов евро для наращивания и ускорения производства боеприпасов. Это позволит европейской оборонной промышленности нарастить объемы производства боеприпасов до 2 миллионов снарядов калибра 155 миллиметров в год до конца 2025 года, говорится в сообщении. То есть, если концерн хочет до конца года выйти на цифру 500 тысяч боеприпасов, то Европейский Союз, в общем взятый, только по калибру 155 миллиметров, хочет выйти на 2 миллиона снарядов в год. На конец 2024 года. Ну, вот такие вот основные новости и происходят в мире. И пару новостей из Запореврика, которые произошли и которые могут нас заинтересовать. Ну, сегодня ночью было атаковано уже девятое предприятие нефтеперегонного комплекса в Рашизской Федерации. И он называется нефтехемический завод. Завод в поселке Полотняный. Он называется Первый завод. Один тоже один из крупнейших. Он в пятерку входит к крупнейшей предприятии России. И он остановился в результате попадания трех дронов. Хотя местные власти заявляли, как всегда, что все сбили. Все, четыре беспилотника летело, все четыре сбили. Но рабочие заводы и, кстати, видео, которое выкладывают в социальные сети, спасибо большое. Снимайте, выкладывайте. Это все интересно и это все нам очень и очень важно. Как долетают дроны. Так вот, на видео мы знаем и в социальных сетях описание идет о том, что три дрона из четырех взорвались на территории завода. Самое главное, разрушена технологическая цепочка. Вот что самое главное. И завод, в результате чего завод остановлен. Еще минус один завод. Сейчас цифр нет. Будут цифры, я вам скажу, сколько этого. Там уже идет на треть сокращение производства топлива в Российской Федерации. Уже примерно на 30% падения производства. В результате повреждений девяти предприятий в нефтеперерабатывающей отрасли. Ну и вишенка на торте. Выборы. Выборы. Сегодня началось голосование. Досрочно они растянули на три дня. 15, 16, 17. В воскресенье вечером закроются избирательные участки. Путин получит, ну и думаю, 120 где-то процентов голосов будет за Путина. Ну так, в лучших традициях. Хотя рекорд 147. Может они его побьют. Это были, по-моему, прошлые выборы. Там один из регионов так перестарался, что у них Путин получил 147%. Кто хочет вспомнить, погуглите на ютюбе. Есть этот ролик, снятый с вырезкой из новостей, где там показывают эти цифры. Ну и а мы, а я хочу вам просто довести несколько инцидентов, которые сейчас происходят по всей Российской Федерации. По всей. Выборы, ну, понятно, что в Белгороде выборы остановлены. В Курской области выборы практически, можно считать, сорванными. Так же, как и в Белгородской области. Потому что народ, какие выборы? Народ бежит. Показывают избирательные участки, никого нет. Все по подвалам прячутся от обстрелов и налетов. Так вот, насчитали на 2 часа дня по киевскому времени 5 инцидентов по всей Российской Федерации. В Ростове и Карачаево-Черкесии бюллетени испортили чернилами. На двух участках в Воронежской области в урну вылили зеленку. В Москве на избирательницу возбудили уголовное дело по статье о воспрепятствии о неосуществлении избирательного права. Она вылила в урну зеленку и выкрикивала проукраинские лозунги. Еще одна москвичка подожгла избирательную урну. А в Петербурге в избирательный участок бросили коктейль Молотова. Действия этих людей ничем не лучше фальсификаторов, считают эксперты. Ну, то есть, инциденты идут по всей России и это только первые полдня голосования. В 8 утра открылись участки и голосование якобы началось. Так что, я думаю, что эти трое суток будут ознаменоваться не еще многими подобными. Ну, уже, кстати, видно было на одной из фотографий, на одном из участков, кстати, здесь не указано, там молодая пара расписалась в ЗАГСе, побежала сразу же после росписи голосовать за Путина, а они стоят возле урн, и в одной из урн уже лежит пачка. Просто пачка бюллетеней, вброшенная в эту урну. Так что, ждем побития рекордов в 147%. Ну что ж, вот такие военные и военно-политические новости сложились в нашей стране и вокруг нее. Все, мы на этом первый раздел нашего обзора закончим. И я по традиции делаю паузу, вас по традиции приглашаю подписаться на мой канал, те, кто еще не подписан, а те, кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк. Тогда его смогут увидеть как можно большее количество людей. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно, по традиции, это ответом на те вопросы, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый вопрос сегодняшнего дня прозвучит следующий. Следующий. Я вот смотрю за атакой беспилотника и не понимаю. Сейчас вы показали уничтожение нескольких орков. Но вот вопрос, почему они, пытаясь скрыться, не стреляют на поражение в дрон? Да потому что нет смысла стрелять. Это уже неоднократно такая ситуация. Дело в том, что попасть в дрон с автомата даже с ближней дистанции невозможно. Чем отличается FPV от любого другого дрона? Это бы аббревиатура FPV. First Person Video. То есть видео от первого лица. У оператора на глазах очки и он видит через камеру дрона, он видит картинку. Естественно, если они начинают, да, стреляют иногда, они берут за автомат и начинают стрелять. Когда они начинают стрелять, дрон начинает что делать? Дрон начинает маневрировать. И попасть в него из автомата практически невозможно. Плюс отдача, плюс навскидку стреляют, не со станка, рассеивание пуль и вероятность того, что пуля попадет, никакого. Поэтому, как правило, что движет человеком в большинстве случаев? Страх. Страх, инстинкт самосохранения. И поэтому, как правило, в 99 случаях бойцы принимают решение спасаться бегством, чтобы скрыться в какой-то блиндаже, в каком-то укрытии или хотя бы постараться просто убежать. И, соответственно, дрон догоняет и бьет. Даже есть случаи, есть видео, поищите, где пытаются отбиваться от дрона. То есть непосредственно уже палками, тем же автоматом пытаются отбиться, чтобы не попасть. Но стрелять это дело неблагодарное. Даже снайперские винтовки не всегда помогают попасть в дрон. Это он так визуально, а когда смотришь на него в оптический прицел, то он постоянно находится в движении. Ветер же есть, он хоть и стабилизируется в пространстве, но не настолько же, чтобы занять жесткую позицию и стать прекрасной мишенью для автомата или для снайперской винтовки. Вот поэтому они и убегают в надежде спастись. Вот такой интересный вопрос. Господин Жданов, так откуда у Байдена вдруг взялись 4,2 миллиарда? Конгресс же не голосовал. Это 4,2. Вы, видимо, невнимательно слушаете новости. И меня невнимательно слушали. Эти 4,2 миллиарда это деньги, которые остались с 2023 года. Которые, ну это я образно назвал так, заначкой. Которые при Белый дом по распоряжению Байдена эти деньги не тратили. Они находятся в программе PDA у Пентагона. И давно этот вопрос поднимался несколько раз в течение вот этих месяцев, когда шла перепалка между Конгрессом и Белым домом. Но эти деньги не используют. До тех пор, пока вот сейчас, когда Европа уже приняла решение выделять деньги на вооружение, тогда Белый дом, администрация Белого дома, они тогда, будем так говорить, сломались. И решили распечатать эту сумму. Она лежала как НЗ. Как неприкосновенный запас. Но она была проголосована и выделена правительством Соединенных Штатов в 2023 году. Если легионеры прошли зубы дракона на границе с РФ, почему наши военные не преодолели идентичную линию обороны на Запорожском направлении? Ну, давайте так. Опять же, вы послушайте внимательно, о чем я вам говорил. Нету зубов дракона на границе. Нету. Линия обороны проходит в 10 километрах от границы. Это раз. Второе. Наполнение этой линии обороны. На сегодняшний день нету данных, что, допустим, батальон, легион свободы России или сибирский батальон, прошли эту линию обороны в Белгородской области. Никто этого не говорил. А сама граница, она там, там только позиции, отдельные позиции взводных опорных пунктов и просто опорников и спешек, наблюдательных позиций. Вот почему. Это две большие разницы. Там мы непосредственно вышли на начало линии обороны. Там, кстати, зубы дракона находятся уже непосредственно перед боевыми порядками, то есть перед самими окопами. А полоса обеспечения, она состоит из минных полей, противотанковых рвов, частично зубов дракона и колючей проволоки. Плюс вы не забывайте, как только мы начали выдвигаться на эти минные поля, для того, чтобы преодолеть эту, называется полоса обеспечения. Рашидское командование начало дистанционно минировать те маршруты, по которым двигались наши войска. Потому что мы ночью разминировали участок и потом пытались продвигаться по этим разминированным участкам дорог. Они применяли такие комплексы, как земледелие или есть универсальная машина заграждения. Это еще с советских времен, на базе ЗИУ-131. Она тоже имеет такой типо мини-миномета реактивного, с помощью которого просуществляется дистанционное минирование. Плюс кассетные боеприпасы для реактивных систем залпового огня, ураган и смерч, тоже дистанционное минирование. Вот именно поэтому. А здесь нет, еще до той полосы, которую в Белгороде строили, никто еще не дошел. Если и дошли, то вы же не забывайте, что там те дороги, они же в условиях мирного времени строят. То есть там полоса не сплошная. Дороги-то никто не перекапывал. И везде дороги, где есть твердое покрытие, а там везде можно прорвать эту линию обороны. Их не минировали, их не перекапывали. И минные поля там установлены в минимальном количестве, а не в максимальном, как это было на линии Суровикина в Запорожской области. Далее. Вот россияне сначала брали Бахмут, угрожали, угрохали туда кучу ресурсов. Потом сразу же мы их молотили, и довольно много во время контрнаступления. В тот момент наши даже говорили, что если не ошибаюсь, они на отбитие наших атак кидают недоформированную резервную 25-ю армию или дивизию. После конца нашего наступления россияне давили Авдеевку просто в сумасшедших масштабах. Около 6 месяцев. Так вот, откуда у них ресурсы, в первую очередь, людские, если они со штурмов год не вылазят и теряют в несколько раз больше людей. Ну, теперь давайте отделять мухи от котлет. Муха от котлет. Дело в том, что Бахмут брал, брал не регулярная армия Рашистской Федерации, Бахмут брали зэки Пригожина. Так что Бахмутская операция, вот все эти потери, которые были понесли в Солидаре, в Бахмуте, это все зэки Пригожина. Они к регулярной армии, их не приписывайте. Потом остатки этих Пригожинских зэков разбрелись по вооруженным силам Рашистской, влились в вооруженные силы Рашистской Федерации в качестве вот этих род Шторм-Зет, Шторм-В, и там нескольких частных военных компаний, ветераны, патриот, что там у них еще есть, новые ЧВК, которые пытаются создавать Министерство обороны. Кстати, сейчас они с ЧВК заглохли, потому что они хотят платить больше, чем обычно мобилизованным. Поэтому перестали. Теперь, 25-я недоформированная армия, она была передислоцирована на Лиманское направление оперативное, и она заменила те части воздушно-десантных войск, которые были, 98-я, по-моему, воздушно-десантная дивизия, которая была оттуда снята и переброшена на Запорожское направление, для того, чтобы воспрепятствовать продвижению наших войск в районе Работиного и Вербового. Вот этот Работинский плацдарм вот туда перебрасывали. Потом еще часть войск была снята с танковый полк на Бахмутское направление, был переброшен, когда мы переходили железную дорогу на рубеже Андреевка-Клещиевка. Потом оттуда был снят два мотострелковых полка, которые перебросили, ну, тогда называлось Шахтерское, сейчас ныне Угледарское направление. Так вот, вместо них пришла 25-я армия. Там группировка, это на Луганском направлении, она была 110 тысяч, и она потом восстановилась тоже, вот за счет прихода 25-й общевойсковой армии, она тоже стала 110 тысяч. Но зато усилились другие группировки. Скажу так, что, на мой взгляд, это мой субъективный взгляд, наша разведка кое-что прохлопала, я имею в виду, как вот эти 350 тысяч, которые осенью 22-го года были отмобилизованы Рашистской Федерацией, они к лету 23-го, они влились в строй. И группировка войск резко выросла, практически в два раза. Выросла по численности. Плюс вы не забывайте, что Рашистская Федерация сегодня может мобилизовать до 30 тысяч, 25-30 тысяч в месяц. Ну, сейчас уже меньше, потому что они не могут покрыть те потери, которые мы сегодня им наносим в месяц. Поэтому они начинают вербовать наемников в разных других странах и так далее. Но, тем не менее, 30 умножить на 12, это сколько получается? 360 тысяч в год. Отминусуйте потери, и вы получите примерно 460-470 тысяч группировку войск, находящихся на нашей территории. Вот вам ответ на все вопросы, откуда у них берутся резервы. Каждый месяц они прибавляют, точнее, они не прибавляют, они ставят в строй где-то порядка 20-25 тысяч. Ну, сейчас уже. Раньше было 25-30. И мы выбиваем до 30 тысяч, мы выбиваем каждый месяц. То есть, идет тенденция к снижению. Пока разрыв минимальный между поставками. Но, вот это первая волна мобилизации и 9 месяцев практически, которые за счет медленных поставок нам вооружений, мы дали фору российской армии построить линию обороны и собрать почти 400-тысячное войско на нашей территории. И за 23-й год они его нарастили где-то с лета, точнее, за полгода, с лета 23-го по нынешний период, они его нарастили где-то на 60-70 тысяч. Вот мы имеем 470 тысяч на нашей территории. Вот такой вот примерный подсчет. Доброго дня, есть вопрос. Если по нашим позициям кидают кабы, чи могут наши войска кидать по их позициям важкие дроны с великим зарядом, чи доцельно это будет? Дело в том, что надо сделать эти дроны. У нас нет дронов с такими большими зарядами. Кабы там начинаются 250, кстати, они 250 уже давно не используют, они перешли 500-1500 килограмм бомбы. Когда им надо рушить нашу оборону, они используют тысячку и полутора тысячку фугасные авиационные бомбы. У нас нету таких дронов. У нас дроны, которые максимально 30-50 килограмм могут поднять, 20 килограмм могут поднять. Есть дроны, которые 3 килограмма поднимают. На борт берут взрывчатого вещества из полезной нагрузки. Поэтому, если бы у нас были эти дроны, мы бы решили эту проблему. Мы бы так же громили оборону противника, как и они наши. Тут надо бороться, видите, Кабы, они малоразмерные и с ними очень тяжело бороться в плане, с системами ПВО. Поэтому надо бороться, как, с первопричиной. То есть, надо бороться с рашистской авиацией. Мы попробовали, но по какой-то непонятной пока и никем не объясненной причине, мы потеряли комплексы комплексы ПВО. Ну, предположительно, Патриот, говорю предположительно, потому что нету до сих пор официального комментария по этому вопросу. Вот, предположительно, Патриот мы потеряли по непонятной причине. И, соответственно, вы видите, сегодня сбитие рашистских самолетов вообще речь пока что не идет. И наши войска, к сожалению, это все сыпется им на гости. 130 самолетов вылетов, точнее, 130 авиационных ударов за прошедшие сутки только по позициям наших войск. И это все КАБы. Других средств у них на сегодняшний день нет. Они оседлали этого конька, там, десятки тысяч этих бомб авиационных на советских еще складах. Вот они их достают и ими кидаются налево и направо. Насколько точно бьют дроны-шахеды? Может быть такое, что целились в объект отдельно стоящее здание, а попали в жилой дом в 200 метрах по диагонали? Нет, такого быть не может. Бьют довольно точно. Круговое отклонение там 10-20 метров этого дрона. До 30, по-моему, метров максимально. Но в соседний подъезд могут попасть, но в соседний дом уже не попадут. Поэтому он идет по системе навигации, спутниковой навигации. То есть он как минимум должен принимать три сигнала с трех спутников. Система используется российская ГЛОНАСС, там стоит отдельный модуль. И соответственно на машине ездите, система навигации используете. Точно держит картинку системы навигации на карте. Машина не едет пока на экране параллельной дороги. Она идет точно по дороге. Сейчас уже разрешающая способность настолько высока, высокоточного современных программах вам показывают полосу движения, которую надо заранее занять, чтобы правильно повернуть на том или ином перекрестке. То же самое дрон. Он получает сигналы, разрешающая способность цифровой карты огромная сейчас, и промахнуться он просто не может. Просто не может. Поэтому дроны это высокоточные, они относятся к категории высокоточного оружия. Вопрос. Приземленные радиоэлектронной борьбой дроны включаются в число сбитых? Да, конечно. Это общий урон. И ракеты включаются. Если мы сейчас в Украине создаем систему покрова. Это глубоко эшелонированная система радиоэлектронной борьбы. И она должна по идее в перспективе она должна закрыть полностью закрыть наше воздушное пространство. Так вот все, что управляется системами навигации и имеет и зависит от внешнего сигнала, а это крылатые ракеты, это дроны, беспилотники, вот это все подавляется, будет подавляться этой системой. Они все будут считаться сбитыми. Они все будут засчитаны в потере. Так что здесь даже можете не сомневаться. Кстати, иногда даже проскакивает в сообщениях воздушных сил наших вооруженных сил Украины на их страничке, точнее в их доповеди там суточной написано, что в том числе и средства радиоэлектронной борьбы принимали участие в борьбе или в отбитии атаки дронов или крылатых ракет, которые осуществляют враг по нашей территории. Губернатор Белгородской области сообщил о сбитом снаряде Града силами ПВО. Вроде же был такой вопрос. Еще раз повторите. Насколько это реально? Спасибо. Это нереально. Это знаете, как у страха глаза велики. Плюс надо же приврать, надо же рассказать, что ПВО России самое лучшее в мире. Но дело в том, что если брать по техническим характеристикам, то теоретически снаряд Града на сегодняшний день может сбить только железный купол. И то с вероятностью 99% не 100% он может сбить этот снаряд. Тем более Градовский. это самый маленький снаряд это 122 калибр длина 3 метра снаряда со взрывателем вместе если брать 3 метровая длина снаряда и соответственно он идет со скоростью ну начальная скорость по моему не ошибаюсь 910 метров в секунду. То есть 3 скорости звука. А на излете у него скорость больше 1000 метров в секунду. Сбить его системами ПВО и он летит на 20 километров по моему максимальное время у него там на 20 километров 30 или 40 секунд я вот не помню таблицы стрельбы давно в руках не держал. Вот поэтому это полный бред. Даже любой реактивный снаряд на сегодняшний день в Рашистской Федерации нету систем ПВО которые могли бы сбить сверхзвуковой объект. Малоразмерный сверхзвуковой объект. Потому что даже если брать снаряд Ольха 6 метров длина этого снаряда 300 миллиметров калибр диаметр этого снаряда. И он на 110 километров он тоже летит чуть больше минуты. Это тоже нереально. Настильная траектория вдоль земли на минимальных высотах при такой скорости почти больше 3 скоростей 3 приблизительно плюс-минус 3 маха скорость нет это абсолютно нереально поэтому я всегда смеюсь над этим что они там рассказывают что они позбивали реактивные снаряды единственное было у них временное временный успех это когда они пытались глушить сигнал спутниковый сигнал GPS навигации в районах целей и снаряды Хаймарс начинали блукать теряя этот сигнал в районе цели и то они попадали не с той высокой точностью которая была которая заложена в них и которая была бы обеспечена при наличии этого сигнала у них отклонение от центра цели или расчетной цели было бы больше из-за потери сигнала на последнем участке или на конечном участке траектории вот и все так что какие бы они сказки не рассказывали даже больше скажу что система С-400 для баллистических целей то есть сверхзвуковых целей даже по баллистической ракете она у нее вероятность поражения 30 процентов всего лишь 30 процентов три ракеты одна цель а три ракеты надо успеть выпустить а баллистическая ракета летит со сверхзвуковой скоростью поэтому нет у них нет это брехня ну что ж мы наверное с вами второй раздел нашего видео закончим у нас остается третий это комментарии приветствия и пожелания которые вы прислали к предыдущим видео и первый комментарий сегодняшнего дня прозвучит следующий пан Олег говорят спикера конгресса дожали и деньги для Украины будут и они будут но не из-за того что дожали спикера а во многих штатах ждут 31 миллиард вот то что я вам рассказывал долларов для военно-промышленного комплекса тех самых вечно зеленых и не будет денег не будет рабочих мест не будет налогов и не будет голоса избирателей голосов избирателей и так не будет но хоть деньги не пропали в такой в какой форме эти деньги будут несущественно но они скоро будут и их будет много героям слава смерть фашистским оккупантам невероятно россиян расстреливал царь потом сталин которым они поставили памятники а ненавидят они Бандеру воюют на Донбассе с Америкой но убивают украинцев и русских в Украине в которой признали всех до единого президента а также ее суверенитет и независимость и территориальную целостность тоже признали след натовского сапога никогда не ступал на их землю но главный враг НАТО куда они просились но их не взяли ограбил их Путин и друзья но виновата Европа и Америка летают на Боингах и Аэрбасах пользуются интернетом который придумал Запад услугами Ютуб соцсетями Инстаграм Твиттер Фейсбук и другими площадками люди которые говорят нам что Россию хотят ограбить и вывезти ее богатство за рубеж и люди которые уже 24 года грабят Россию и вывозят ее богатство за рубеж это одни и те же люди ну это глупо что мы не заходим на территорию Раши тогда можно было бы их окружить и отрубить все снабжения группировки которые находятся в Украине возможно мы такой вариант и сделаем когда будем проводить контрнаступление рейдовые рейдовые действия на территории противника с целью перерезания логистики вполне возможно но я так думаю сейчас на это нет ни сил ни средств в самом богатом газовом государстве чуть ли не половина страны не газифицирована постройте в деревнях нормальные туалеты дайте людям хорошие зарплаты зачем вам Украина занимайтесь своей страной не хотят ГАГА правильно поступила что выдала ордер на арест военного преступника Путина нужно жить за свою родину а не умирать на чужой земле но эта простая истина почему-то недоступна для многих россиян США никогда не признает легитимности или результат эффективных президентских выборов которые Россия проводит на территории суверенной Украины мы признаем что Луганск Донецк Запорожье Херсон и Крым это Украина подчеркнул Миллер очень плохо что в Белгороде Курске не будет выборов эти регионы как раз точно против Путина против войны хотя конечно итог известен честно говоря у многих башка так и не стало соображать им до сих пор непонятен исход спецопераций я полтора года назад говорил что победит более технологичное оружие имеется ввиду западное рашизм за протесты против войны дает сроки больше чем серийным убийцам и насильникам а последних освобождает и награждает за убийство и насилие совершаемые ими в другой стране ну кстати и в своей тоже и там получился парадокс что Путин сказал что теперь из этих зэков бывших теперь надо делать новую элиту страны РФ воюет с НАТО РФ последний раз столкнулась с НАТО в Сирии потеряла 200 вагнеровцев НАТО потратила снаряды на этих вагнеровцев Су-24 залетел на 10 секунд воздушное пространство НАТО и был сбит РФ перестала на пару месяцев покупать помидоры у Турции да вот такой жест жестокий жест против Турции правильно а мы в свою очередь признаем Курскую Белгородскую республики и пускай Путин отказывается от них то есть дает им независимость надо придерживаться собственных принципов в Белгороде война началась горят машины менты сирены крики белгородцы в шоке оказывается война это не только когда бомбишь ты но и когда бомбят тебя во как кто бы мог подумать пойду на выборы обязательно если это коричневая плешь не сменится то будут донатить половину зарплаты в русский добровольческий корпус вот за этих ребят первым делом бы проголосовал жаль их нет в избирательном списке так а вы на бюллетене напишите за РДК в коалиции военной поддержки Украины присоединился еще один мощный игрок Япония Япония которая по лицензии производит большое количество оружия западного большого количества оружия западного образца Япония официально согласилась сотрудничать с Соединенными Штатами и Великобританией для поддержки Украины вооружением и военным оборудованием Путина Великобританией и низкий уклин всем добровольцам. Божьего им захисту. Привет от друзей из Канады. Счастья та процветания молодым республикам Курщины та Белгородщины. Вот такой с юмором. Кстати, на РФ нет возможностей для строительства новых НПЗ. Подавляющая часть сложного оборудования ранее закупалась за рубежом. Его производят единицы компаний, которые легко отследить в случае продажи ими оборудования в обход санкций. Прекрасное будущее идет в дома россиян. Ну что ж, вот на такой оптимистической ноте мы с вами сегодня закончим наш обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. Я благодарю вас за ваше внимание, ваше время, что вы досмотрели до этого момента. Как всегда напоминаю и приглашаю подписаться на мой канал тем, кто еще не подписан, а тем, кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк. Тогда его смогут увидеть большее количество людей. От себя добавлю слова благодарности спонсорам и тем, кто поддерживает мой канал. Ну а мы с вами продолжим вірить в силу обороны Украины. Перемога наша. Слава Украине!